МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Сегодня вторник, 24 апреля, и мы говорим вам Здравствуйте, Светлана Звонарева. И Влад Портнов, готовы снова делиться с вами любопытными новостями, интересными советами и секретами, из которых мы не делаем тайн. Сегодня во всем мире отмечается Международный день молодежи, Влад. Поздравляю нас с тобой. Все, кто считает себя молодежью, мы вас поздравляем. Кстати, сейчас молодыми считаются люди до 44 лет. А средний возраст продлен Всемирной организацией здравоохранения до 60 лет. Ну, с чем опять же вас и поздравляем. И начинаем нашу программу, как всегда, с анонса самых интересных тем. Без рецепта. Цистит у детей. Можно ли вылечить его без врача? Приятного аппетита. Простой рецепт любимого пирожного картошка. В стиле представляем яркие весенние аксессуары. Ну и начнем с сюжета, который будет очень кстати тем, кто сейчас сел завтракать, а потом сядет обедать, ужинать, ну и просто перекусывать. А может быть, вы решили временно ограничить себя в еде? Диеты. Полезные, бесполезные, вредные. Начнем сегодня с этой темы. Сегодня мы хотим рассказать вам историю молодой женщины, которой многие узнают себя. Героиня нашего сюжета привыкла не отказывать себе в еде. Дарья постоянно балует себя сладеньким и не ограничивает количество плюшек. Периодически ей приходится сидеть на диетах. За долгие годы борьбы за стройность, чего она только не перепробовала. Я сидела на кефире, есть кремлевская диета, есть даже мясная диета. Ой, каких только нет на свете диет. Результат всегда временный и он нестабильный. И он приводит к разочарованию, потому что вкладываешься много, получаешь небольшой результат, который потом может даже увеличиться или ухудшиться. Мы решаем похудеть во что бы то ни стало и предпочитаем не думать, почему диета не приносит желаемый результат, а просто продолжаем еще больше ограничивать себя. Еще меньше тех, кто задумывается о последствиях таких жестких пищевых ограничений. Прежде всего, женщине важно понять причину недовольства собой. Возможно, лишний вес – это только вершина айсберга, и нужно обязательно найти его скрытую часть. Наша героиня решила прекратить борьбу с лишним весом. Она поняла, что идеальный вес не гарантирует счастливую жизнь. Я раньше говорила, вы что лишаете меня последней радости в жизни – это поесть. Дайте что-нибудь тогда взамен, что вы у меня все отнимаете. Ничего нельзя. Если человеку ничего нельзя, конечно же, остается последний вариант порадоваться-то хоть покушать. А если вы наполните свою жизнь еще чем-то, и у вас появится хотя бы несколько вариантов порадоваться и осенью, и зимой, и весной, и в доме, и где-то с друзьями, у вас уже как снизится шкала, что, ну, чего бы еще заняться, потому что ничего больше нет. И все же, диета – это стресс для организма, и никто не знает, как она скажется на здоровье желающего похудеть. Если же вы все-таки решили начать борьбу с лишними килограммами, обязательно проконсультируйтесь со специалистами. Мы обязательно продолжим тему здоровья и правильного питания. Ну, а сейчас информация о конкурсе, который на днях прошел в Казани. Где у бактерий расположена ДНК? Кто из русских химиков был еще и виртуозным музыкантом? Где в Казани установлен памятник Кулгали? Если вы смогли ответить на эти еще десяток вопросов, то могли бы победить в 10-м республиканском конкурсе «Эрудит Татарстана-2018». Правда, если бы учились в школе. Организаторами этого конкурса являются Министерство образования и науки Республики Татарстан, Академический лицей имени Николая Ивановича Лобачевского, Технопарк, Идея и, конечно же, Казанский федеральный университет. Вот мы вместе, одна команда, готовим этот интеллектуальный конкурс. Задача наша – выявить не просто одаренных учащихся, а учащихся, которые обладают особым мышлением. В первом туре ребята соревновались заочно, онлайн. Во втором – очное тестирование. Справились с задачей все, но первое место заняли в этом году Максим Марченко и Альбина Ахмадулина из химического лицея-интерната, и Мария Горобец из Казанской гимназии 94. Именно им удалось ответить на все вопросы. А вы бы ответили, какая система отсчета наиболее близка к инерциональной, или какое изменение не относится к ароморфозу? Ну что ж, вернемся к теме первого сюжета и продолжим говорить о диетах, ну, точнее, наверное, о том, почему они, к ним приходится прибегать. Да, что не нужно делать, чтобы... Поговорим об ожирении и, ну, наверное, о переедании. И у нас в студии гости – это Татьяна Никишова, доцент кафедры эндокринологии Казанской государственной медицинской академии. Здравствуйте. Добрый день. Татьяна Владимировна, ну давайте для начала мы разберемся, откуда берется лишний вес, что это такое? Ну, лишний вес или это ожирение – это на сегодняшний день медико-социальная проблема и экономическая проблема. И надо сказать, что на всем земном шаре сейчас страдает ожирением около двух миллиардов людей, человек. По данным экспертам ВОЗ, к 2030 году количество их, конечно, увеличится, и каждый второй будет страдать ожирением. Поэтому на сегодняшний день это очень актуальная проблема. И особую тревогу вызывает то, что именно молодой возраст, где-то около 20% молодых людей и около 20% школьников страдают ожирением, что еще большую тревогу вызывает эта проблема. И поэтому причины надо знать обязательно, какие вызывают это заболевание. Вот давайте поговорим об этом. Первое – это наследственность. Если страдает, допустим, один родитель, то страдает ожирением, то рождаются дети в 50% случаев, которые будут страдать ожирением. Если оба родителя, то в 80% случаев дети будут страдать ожирением. Поэтому, видите, проблема очень серьезная. Кроме того, причины, которые приводят к ожирению, это избыточный прием калорийной пищи, это гиподинамия. Это все серьезные причины, которые могут приводить к ожирению. И самое главное, что осложнения ожирения могут быть такие серьезные заболевания, как сахарный диабет. И по данным ученых, считается, что 90% больных, страдающих ожирением, в будущем будут страдать с сахарным диабетом. Артериальная гипертензия в 50% случаев. Поэтому на сегодняшний день это серьезная проблема. И, конечно, на сегодняшний день надо заниматься профилактикой этой проблемы, которая бы предупреждала развитие этого ожирения и таких серьезных осложнений, которые приводят к ожирению. Мне интересно, ожирение, вот с какого, скажем так, количества килограммов, наверное, можно уже считать, лишних, что у тебя уже... То есть надо уже бить тревогу, скажем так. В норме 20% от общей массы человека это составляет жировая ткань. И если она превышает 20%, то это уже можно снять... Вот как же ее самой-то найти-то, узнать, сколько же у тебя процентов от жировой ткани? Для этого существуют, так сказать, антропометрические показатели, по которым можно судить именно о том, что лишняя у тебя масса тела или нет. А, ну то есть лишний килограмм уже, да, для твоего роста. Там же рост, по-моему, какой-то соответствующий. Минус 110. Нет, просто. Нет, антропометрические показатели, по которым можно судить, что у пациента уже идет превышение массы тела. Это очень простые измерения, так называемые. Ну, в домашних условиях как-то это можно самостоятельно. Окружность талии, обыкновенная окружность талии. Если окружность талии у женщин превышает 78 сантиметров, то в этом случае можно сказать, что она уже страдает избыточной массой тела. А если возрастные изменения, понятно, что молоденькая она, стройненькая, а говорят, что женщины уже после 50, допустим, это нормально? Нет, в любом возрасте окружность талии должна быть 78 сантиметров. Стараться к этому, да, стремиться к этому, только в этом случае может быть обменные процессы в пределах нормальных показателей. Как предупредить появление лишнего веса, мы обязательно с вами поговорим после небольшой рекламы. Продолжаем нашу программу и говорим о том, как бороться с лишним весом или как его не допустить. Татьяна Владимировна, ну, как не допустить лишний вес? С первого начнем, да, как не допустить? Как не допустить лишний вес? Ну, мы с вами сказали, что, во-первых, причиной ожирения это является прием калорийной пищи, это жирная пища, сладкая пища и, конечно, гиподинамия. То есть малоподвижный образ жизни, если так скажу. Малоподвижный образ жизни. И поэтому для того, чтобы предупредить развитие ожирения, а тем более, если есть на это предрасположенность, то есть наследственная предрасположенность, поэтому в этом случае необходимо, конечно, соблюдать гипокалорийную диету. То есть диета даже неправильная, это слово. Это правильный образ жизни, который включает прием низкокалорийной пищи и, значит, то есть исключить, возможно, или уменьшить прием легкоусвоимых углеводов, которые очень быстро всасываются в желудочно-кишечном тракте и повышают глюкозу в крови. Это сладости. Это сладости. Это все мучные изделия, которые, значит, у нас продаются. И, конечно, заниматься физическими упражнениями, которые должны быть. Ну вот физические упражнения. Мы знаем, что спорт – это полезно, спорт – это здоровье. Но ведь если у человека уже есть лишний вес, нельзя просто так сходу брать и бежать кросс в 20 километров. Как заниматься спортом? Ни в коем случае. Дело в том, что если человек страдает ожирением, то в этом случае нагрузки должны быть чисто индивидуальные. То есть инструктор должен подходить индивидуально к этому пациенту и именно учитывать, что он страдает ожирением. Поэтому интенсивные нагрузки просто противопоказаны. Если человек этот будет заниматься интенсивными физическими нагрузками и стараться будет снижать массу тела как можно быстрее в короткое время, то в этом случае в процессе расщепления жира, образовавшиеся жирные кислоты, они просто будут приводить к атеросклеротическим изменениям у этого человека и, возможно, к инфаркту миокарда. Поэтому здесь подход должен быть чисто индивидуальный, направленный на то, чтобы физические нагрузки были умеренные. и продолжительные. То есть простыми словами, простыми словами. Значит, умеренные. Без фанатизма, я вот так скажу. Это просто ходьба сначала с ходьбы начинается. Долгая, долгая. Начинаем с малого аккуратно, постепенно. Это правильное питание, которое включает низкокалорийный прием пищи и такая планомерная, регулярная, самой главной регулярность. Надо сказать, что физические нагрузки у таких пациентов, они должны быть продолжительные и неинтенсивные. Только в этом случае начинает медленно снижаться масса тела за счет расщепления жирных кислот. То есть каждый день? Каждый, ежедневно, в течение часа. И неинтенсивные, самое главное, чтобы эти нагрузки были в удовольствии человеку. Это самая главная причина. Причина предупреждения, вот именно для того, чтобы предупредить серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Ну все, мы предупреждены. И помним, что заботимся о своем здоровье с самого раннего возраста. С самого раннего возраста. От ожирения никто не застрахован практически. Пусть создаются у нас школы, в которых люди будут обучаться, как правильно вести себя для того, чтобы сохранить себе здоровье. Ну все, спасибо большое. Запомнили полезные советы, обязательно их используем. Ну а пока мы перейдем... Тема полезных советов продолжается. Да, да. Не очень научный, но тем не менее гороскоп. Внимание. Итак, Овны, этот день благоприятен для наведения порядка в делах, которые вы откладывали на потом. Полученную информацию старайтесь фильтровать, а сплетни пропускайте мимо ушей, либо переводите все в шутку. Удачными окажутся давно запланированные покупки, но от спонтанных приобретений лучше отказаться. Тельцы, удастся добиться хороших результатов, как в профессиональном, так и в личном плане. Вероятен прогресс в областях, где долгое время наблюдается застой. Не растрачивайте силы по пустякам, делайте больше полезных дел. Свободное время сейчас лучше проводить с друзьями. Гулять. Близнецы, да, в такую погоду. Близнецы в этот день звезды рекомендуют сосредоточиться на решении материальных вопросов, четко планировать свое время и браться за решение самых трудных проблем. У вас обязательно все получится. Раки. Возможно, неожиданные препятствия, как на работе, так и в домашних делах. Занимайтесь тем, что не требует серьезных усилий. Старайтесь не вступать в излишне откровенные разговоры с людьми, в надежности которых вы не уверены. Не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами и брать деньги в долг. Львы. На работе могут возникнуть сложности, но терпение и труд все перетрут. Могут наступить упадок силы, развиться быстрая усталость. Но это не повод для беспокойства. Все постепенно восстановится. Не поддавайтесь соблазну кого-либо покритиковать. Девы. День подходит для активных действий и расширения круга деловых знакомств. Вы можете получить интересное предложение, удастся решить спорные вопросы. Избегайте выяснений отношений с партнером по браку, и это чревато ухудшением отношений. Ну, каким бы ни был гороскоп, счастье и удача в наших руках. Помните об этом. Мы продолжим программу также рассказом о счастливом человеке. Потема Шаиховна Халимбаева родилась в Тукаевском районе Татарстана, в деревне Ташкичу. Первая учительница стала для нее человеком, который открыл ей любовь к педагогике. Когда я училась в школе, у нас была учительница, классный руководитель Сарепа. Она была очень красивая, очень добросовестная, очень начитанная. Вот все мы хотели быть похожими на нее. Видимо, вот это повлияло. Потом у меня тоже отец когда-то был учителем ведь, но по латинской графике. И его влияние тоже сыграло большую роль. Он очень хотел, чтобы я была учительницей. После школы Потема Шаиховна поступила в Мензелинское педагогическое училище. Это время она вспоминает с огромной радостью и трепетом. Самые счастливые годы моей жизни, это, наверное, прошли, когда я училась в педучилище. Наш класс очень дружный, очень творческий класс был. Везде-везде выступали мы. И сейчас со всеми общаемся, со всеми переписываемся, друг к другу в гости ходим. По распределению наша героиня приехала в Ленина-Кокушкина, где начала работать учителем начальных классов. Сейчас Фатема Шаиховна отличник народного просвещения Российской Федерации, учитель высшей квалификационной категории. Вспоминаю свои вот эти годы, да, вспоминаю, какие у меня были ученики. Каждого помню. Кого только нет среди них. И врачи, и учителя, и воспитатели, и руководители предприятий, и генеральные директоры, и юристы. Но большинство из них – педагоги. А однажды в клубе произошла очень важная встреча, изменившая ее жизнь. Я увидела его, такой красивый парень стоит. Вот бы я говорю, дружить с ним. И он так же подумал. И в первый же день он меня проводил из клуба, значит. Вот с тех пор, с тех пор мы всегда вместе. Через два года они поженились. И вместе уже 45 лет. Вместе готовят, вместе занимаются спортом. У Халимбаевых трое детей и четверо внуков. Две дочери пошли по стопам мамы, преподают английский и немецкий языки в школе. А вот сын стал военным. Дружная семья – это огромное счастье, считают наши герои. Он очень веселый человек. С ним жить легко. Очень такой преданный. Он никогда мне не скажет, что любит меня. Я тебя люблю, никогда не скажет. Но своими поступками, своими делами он постоянно это доказывает, что мы друг без друга не можем. Мы любим друг друга. Ну, она добрая, хорошая, ласковая, всегда готовит. Ну, друг друга любим, хорошо живем. Вот такая счастливая семья проживает в Ленина-Кокушкино. Будьте и вы счастливы! Да, дом, полная чаша, полный стол. И мы возвращаемся вновь. К еде, конечно, да. К теме еде. Сегодня никак мы ее не обойдем. К еде здоровой и полезной. Ну, вернее, о том, чем ее пережевывают. Это тоже важно. Чтобы восстановить эмаль зубов, обещают ученые из Вашингтонского... Вернее, восстановить эмаль зубов обещают ученые Вашингтонского университета. Также они считают, что в недалеком будущем их разработка заменит пломбы при кариесе. Эмаль вырабатывается амелобластами, клетками, которые исчезают еще до того, как зуб вырастет из десны. После этого эмаль только утрачивается, стираясь о пищу и другие зубы. Так вот, ученые создали пептидную смесь, восстанавливающую утраченную эмаль. В лабораторных условиях она позволила восстановить довольно толстый слой минерализованного покрытия, близкий по структуре к настоящей зубной эмали. Ученым еще предстоит проверить, как их разработка ведет себя во рту человека. Если препарат окажется эффективным, то на его основе создадут продукты для укрепления эмали. Зубные пасты, жвачки и лечебные гели. Ну, это уже приятнее, чем поход к стоматологу. Ну, а сейчас все-таки продолжим говорить о еде. Очередной рецепт Вашему вниманию. Для приготовления пирожного картошка возьмите 400 граммов готового бисквита, 200 граммов сливочного масла, 8 столовых ложек сгущенного молока, 3 столовые ложки какао. Измельчите коржи в блендере. Взбейте масло со сгущенкой и какао до однородности. Положите смесь в крошку. Сформируйте шарики картошки. Приятного аппетита! Ну, а сейчас поговорим о серьезной и важной теме здоровья наших детей. Можно ли и, главное, стоит ли лечить цистит дома, не обращаясь к врачу? Ответ в следующем сюжете. Активный ребенок – здоровый ребенок. Эта простая формула не подводит многие поколения родителей. Неокрепшие детские организмы иногда становятся жертвой разных инфекций. Среди них цистит. Часто родители его просто не замечают, хотя симптомы проявляются очень ярко. Возбудитель попадает в мочевой пузырь различными путями, но наиболее часто восходящим путем через мочеиспускательный канал. В связи с анатомическими особенностями короткий мочеиспускательный канал наиболее часто болеет циститом девочки. Однако, кроме возбудителя, необходима еще патология мочевой системы. При некоторых заболеваниях, при застое мочи в мочевом пузыре, цистит развивается чаще. Этими заболеваниями могут быть сужение мочеиспускательного канала, нейрогенные расстройства мочеиспускательного канала. Внимание! Заподозрить цистит несложно. Если ваш ребенок стал 2-3 раза в час ходить в туалет, у него поднялась температура, и он жалуется на боли внизу живота, стоит задуматься. Недержание мочи и ее помутнение уже явно указывают о возможном развитии цистита. Не отмахивайтесь от симптомов. Ведь не так опасен сам цистит, а опасны его осложнения. Если вовремя не лечить цистит, возможно, хронизация процесса. Микроорганизмы могут попасть через мочевой пузырь в почку, и тогда возможно возникновение воспаления почки, пилонефрит. Не занимайтесь самолечением. Покажите ребенку врачу. Лечение цистита должно проводиться под контролем специалиста. Напомним несколько правил, которые хоть и всем известны, но не часто выполняются. Итак, при лечении цистита необходимо одевать ребенка теплее, следить, чтобы он не переохлаждался, не сидел на земле, на холодных скамейках, не позволяйте девочкам носить короткие юбки осенью и весной. Лучше воздерживаться от прогулок и активных игр. Рекомендуются сидячие ванночки с шалфеем, ромашкой и календулой. Кормите ребенка молочнокислыми продуктами, молочными кашами, фруктами и овощами, исключив все пряные, соленые, жареные и жирные продукты. И давайте обильное питье. При правильном лечении через 7-10 дней острый цистит заканчивается полным выздоровлением. Сейчас анонс программ ТНВ. Будет, как всегда, много всего интересного. Да, смотрите и выбирайте. Люди-села. Проблемы сельского хозяйства и их решения. Работа на земле ответственная и серьезная в этой программе. Посевная началась, какие районы Татарстана первыми приступили к ней. Мед на будущее. Пасечники начинают подготовку к сезону. Родная земля сегодня в 10.50 на ТНВ. Химия – одна из наук, прославивших наш город. В этой программе рассказ об удивительных книжных раритетах из собрания известного ученого-химика Александры Дмитриевны Николаевой. Фолиан в Столетнем Переплете сегодня в 13.15. Синьор, пожалуйста, скорее, пойдемте. Я прошу вас, пожалуйста. Случайная встреча, обернувшаяся большой трагедией. Блеск и упадок высшего света. Трусливость и чувственность молодых людей. Страстная любовь и бездумное предательство вчерашних любленных. Все смешалось в этой истории. Сергей Жигунов, Зиновик Герт, Владимир Шевельков в фильме по произведению Ивана Тургенева «Вешние воды». Поездка в Висбаден. Сегодня в 21.00. Здравствуйте. Наша программа продолжается новостью, которая, в общем-то, уже перестала быть новостью. Кейт Миддлтон и принц Уильям – главная интрига этих апрельских дней. И, наконец-то, она разрешилась. У пары родился третий ребенок, сын. Мальчик. Мальчик. Будущий король. Если не ошибаюсь, он пятый в очереди на королевский престол. Ну, пятый – это не так далеко. Ну, кто знает. Зато у них нет никаких проблем с документами, очевидно, потому что у них бабушка – королева. Какой надо документ, то и подпишут. А вот что делать нам, простым смертным, как выехать с ребенком за границу? Какие документы нужно оформить? Сейчас узнаем. Руслан Емельевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Все мы когда-то отправлялись в детские лагеря или к бабушке в деревню на лето. Сейчас границы расширяются, и у родителей появляется возможность отправить ребенка в лагерь или на образовательные курсы за границу. Какие нужны документы для того, чтобы несовершеннолетний ребенок смог выехать за границу? Для выезда несовершеннолетнего ребенка без родителей за пределы Российской Федерации ему необходимо при себе иметь первое – это заграничный паспорт, второе – это нотариально оформленное согласие родителей, и третье – по необходимости – это виза, если страна пребывания требует, имеется визовый режим. Представим другую ситуацию. Родители разведены, ребенок, допустим, живет с мамой. Нужно ли согласие второго родителя для того, чтобы выехать с ребенком на отдых за рубеж? Да, безусловно, согласие второго родителя необходимо. Данное согласие должно быть оформлено нотариально, то есть заверено у нотариуса. В случае, если данная процедура выполнена должным образом, и второй родитель оформил данное соглашение у нотариуса, то на границе проблем не возникнет. Руслан Милевич, спасибо за советы. Надеемся, что они будут полезны нашим зрителям. Ну, речь вот об отдыхе шла, но пока сейчас об отдыхе говорить, мне кажется, не совсем актуально, потому что весна опять не радует нас погодой. Но можем порадовать себя сами, пройдясь по магазинам. На какие аксессуары стоит обратить внимание, расскажет Селина Софиулина. Здравствуйте! С вами рубрика в стиле и ваш модный эксперт Селина Софиулина. Любой образ можно сделать чуть более уникальным с помощью одного элемента – головного убора. Какой головной убор в тренде этой весной, узнаем сегодня. Берет, но необычный. Я выбрала лаковый. Вы можете подобрать любого другого цвета и фасона, и с необычным декором. Да-да, они все еще в тренде и разбавляют даже спортивные образы. Обращайте внимание только на то, чтобы этот головной убор вам шел, и не гонитесь слепо за трендами. Повязки на голову. Это не значит, что вы прям-таки с востока и решили сразу же надеть платье в пол. Можно спокойно сочетать подобные повязки с чем-то грубым, с кожаной курткой, с джинсовкой, спортивными футболками, джинсами. Смотрите на материал и цвет. Исходя из этого, выстраивайте образ. Косынки и платки официально вернулись в моду. Поэтому не медлите, а скорее бегите к гардеробу вашей бабушки, в котором наверняка завалялись цветастые, шифоновые, шелковые, шерстяные платки. Именно такие, какие можно увидеть на показах дизайнеров. Тут приемы построения образов те же, что и с повязками. Сочетайте несочетаемое. Бонусом расскажу про кольца, ведь они запланили все модные показы. Правило этой осени гласит, тем больше, тем лучше. Вы любите эпатаж? Тогда присмотритесь к моделям с огромными камнями. Тренд прошлых сезонов перекочевал в этот год. Массивные украшения очень стильно смотрятся на изящной женской ручке. Чтобы быть в тренде, вы можете надевать кольца как по одиночке, так и на несколько пальцев. Главное не утрачивать чувство вкуса. С вами была я, Селина Софиулина. И помните, быть в стиле – это просто. Оделись, нарядились и можно пойти куда-то погулять, например, с детьми. В зоопарк? Нет, детям слово, детям слово, вот я к чему. Да, что они думают о жирафе, их экспертное мнение прямо сейчас. Мы расскажем за тем жирафу длинная шея. Шея у жирафа длинная, чтобы он вокруг все видел. И дорогу, и охотников, и тигров. Если будет опасности, он быстро убежит. А если шея у него заболела, надо много лекарств. Десять килограмм. Шея у жирафа такая большая, что достанет до десятого этажа. А шея у маленького жирафа достанет до четвертого этажа. Она такая большая, что жираф может все увидеть. И реку, и воду, и пойти ее попить. Жираф есть листья не на земле, а на деревьях. Потому что все деревья очень высокие. А у жирафа вырастает длинная шея, чтобы их поесть. А чтобы попить водичку из озера, он наклоняется, как горка, и пьет. И получается, что у жирафа не твердая шея, как палка, а мягкая, как веревка. А шея жирафа нужна, чтобы хорошо лететь. И чтобы поднять высокий кирпич и спасти человека. Если он забрался на высокий дом, а не может слезть. Человек сядет на шею, скатится, как по быстрой скорой горке. И получается, что шея спасит зверей и людей. Доброе утро. В Казани впервые пройдет неделя татарстанского кино. Будут показаны фильмы, снятые в нашей республике за 15 лет. И у нас очередной гость Марат Ахмедшин, продюсер фильма «Мула». Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Когда состоится премьера фильма «Мула» и она будет открытая или закрытая? Премьера фильма «Мула» состоится 28 апреля. Это будет закрытый показ. Но, тем не менее, я рекомендую как бы звонить в кассы кинотеатра «Мир». И требовайте. Да, и требовайте. И требовайте. Покажите для всех. Нет, действительно, в широкий прокат. Есть такие планы? Конечно, конечно. В широкий прокат мы, как говорится, будем готовить. Широкий прокат будет в октябре 2018 года. Ну, то есть совсем скоро. Да. Совсем скоро. Для кино. Может кому-то показаться, что не скоро, но на самом деле по законам кино это действительно скоро. Время пролетит незаметно. История. Вкратце. Самый главный тезис из этой истории для тех, кто еще не знаком с ней. Ну, большинство-то, наверное, уже знакомы с этой историей, потому что она оставилась в театрах, ни в одном театре она оставилась, она даже в четырех театрах оставилась. И в Башкирии в том числе. Мула приезжает в деревню, и его появление провоцирует, как бы, ну, выявляя все эти конфликты, которые присутствовали в деревне. И вот выход из всех этих конфликтных ситуаций, разрешение этих конфликтных ситуаций, как раз эта история фильма есть. Ну, мы уточним, да, что эта пьеса, это фан-минульный. Да, эта пьеса. Вообще кино, снята по мотивам этой пьесы, это не точная копия. Там какие-то авторские еще свои, скажем так, доработки, дополнения. Да, и там есть дополнения. Какие, если не секрет? Ну, вы знаете, самое большое, как бы, изменение мы внесли в образ Вали Ахмата. То есть, есть там персонаж Вали Ахмата в истории Туфана Минульна, достаточно сложный персонаж. Он, ну, как сказать, в рамках театра он хорошо ложится. В рамках кино это достаточно сложно было для нас, его выйти вот так, как его задумал Туфан Минульн. Потому что там нужны были исторические съемки, на наш взгляд, снять это о том, как его выгоняли из деревни, что с ним произошло по жизни. Если не показывать эту историю, а просто вот как в театре это принято. Да, в кино больше возможностей все-таки все это. Да, и язык другой немножко. В театре можно просто сказать об этом. Там много условностей очень. То есть, декорации они как бы, да. И театр это условное такое искусство. Оно с этого начинается. В кино несколько другое, там надо все показывать. Если он может там сказать, что я приехал сюда прочитать там молитву в деревню, то есть, я сын, я не знаю, как крестит на русский язык, то мы испугались, что это без объяснения, почему так произошло. Без его истории будет немножко театрально. В кино это не очень хорошо. Вот это самые большие как бы изменения в роли Валя Ахмада. Мы его сделали по-другому немножко. Как мы его сделали, извините, я рассказываю. А, это уже интриг, да? Да, да, да. Мы даже не будем вас пытать. Финал в фильме и финал в театральной обстановке различаются? Знаете, я скажу так. В театрах было очень много финалов всяких. Они разные были. То, что касается, вы, наверное, имеете в виду Камаловского театра непосредственно. Ну, мне тоже не хочется как бы все раскрывать тайны. Единственное, что скажу, это ближе к пьесе. Финал нашего фильма, он более близок к пьесе Туфан Минулина. Как он его задуман. 28 апреля. 28 апреля. Закрытый показ, но попасть все-таки можно. Вы знаете, я вам рекомендую звонить в красный кинотеатр мира и уточнять, да. Да, возможно, вам повезет, нам повезет. И зрителям тоже. Конечно, конечно. Желаем удачного проката и желаем творческих побед еще. Ну, а пока мы узнаем, что интересного происходит в Казани сегодня. Камила Хакимулина сейчас нас просветит. Всем привет! Сегодня 24 апреля и с вами, как всегда, Камила Хакимулина. Мы собрали в нашей рубрике отличные мероприятия. Подробнее о них узнаете через пару секунд. Меня покинул друг, и к небесам понесся не опускал. В Казани пройдет концерт группы «Кзаврэби». Вас ждет презентация сборника лучших песен Кребули от обаятельных грузинских космополитов. Спектакль «Пигмалион» или «История одного пари». Профессор фонетики мистер Хиггинс практически с улицы подбирает бедную цветочницу Элизу Дулиттл и заключается своим новым другом-полковником – пикерингом Пари, по которому профессор должен сделать из невоспитанной оборванки настоящую леди и вывести ее в высший свет. И это еще не все. Продолжайте нас смотреть, ведь далее вы узнаете, какую интересную выставку нужно обязательно успеть посетить. Казанцев приглашают на передвижную выставку «Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути». До 16 мая в Казани можно увидеть предметы из фондов Московского дома Высоцкого на Таганке. В экспозицию вошли также фотографии и личные вещи музыканта, в том числе гитара, магнитофон и театральный реквизит. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Завтра увидимся снова. Пока-пока. Спасибо, Камиле. Ну а сейчас к нам присоединится еще один наш коллега, Даниэр Кинжаев, расскажет про погоду и не только. Да, и настроением, я надеюсь, мы еще своим замечательным поделимся. Привет, привет, привет. Всем здрасте. А вы только посмотрите на это, а? Вы только гляньте, какая погода. Прям хочется вдохнуть полной грудью. И рассказать вам, конечно же, о погоде в Казани здесь и сейчас. Но для начала я хочу рассказать вам пару интересных народных примет, которые связаны именно с этим днем. Итак, начнем. Сегодня 24 апреля, и обычно люди в этот день гадали на урожай и погоду. Работы по посеву и высадки в этот день не проводились, потому что это время считалось не совсем благоприятным. Отчасти это объяснялось тем, что к 24 апреля погода еще была нестабильна. Кстати, о погоде в Казани. Сегодня температура воздуха днем составит 3 градуса с отметкой плюс. Вечером будет чуть прохладней 0 градусов. Целый день будет вот такая вот серенькая погодка, но она мне нравится. Ну, вы знаете, не расстраивайтесь, потому что скоро лето, скоро тепло. Надеюсь. У меня на этом все. Всем отличного настроения, друзья. Пока-пока. Все-таки оптимизм великая вещь. Я думал, он сейчас прыгнет. Я думал, он сейчас прыгнет купаться. От него всего можно ожидать. Ладно, у нас есть продолжение другого прогноза. Звезд. Прогноз звезд. Весы. Вы успеете сделать чрезвычайно много дел. В первые половины дня смело обращайтесь за помощью к друзьям и коллегам. Не стоит реализовывать инициативы без предварительного обсуждения и согласования с членами семьи. Иначе вас не поймут и предстоит неприятное выяснение отношений. Скорпионы, займитесь составлением планов на будущее. Постарайтесь уходить от споров с коллегами и партнерами. Победа все равно будет не за вами. Встреча с друзьями обещает приятные впечатления, но избегайте контактов с назойливыми людьми. Стрелец. Звезды советуют придерживаться спокойного жизненного ритма. Это позволит методично решать стоящие перед вами задачи так, чтобы больше к ним не возвращаться. В разговорах с родственниками нужно четко соблюдать черту, за которую переступать не стоит. Козирог. Беритесь за решение любых проблем. Поддержкой послужит забота со стороны родных и близких людей. День благоприятен для новых знакомств и встреч со старыми друзьями. Водолеи. Вы можете проявить излишнее упрямство и несговорчивость. Но такое поведение не всем понравится. И вы столкнетесь с открытым противодействием. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации. Возможно, поступление информации, от которой не стоит отмахиваться. Рыбы, сегодня не принимайте поспешных решений. Не идите на поводу эмоций. Возможно, кто-то будет нуждаться и в вашей помощи. И если есть такая возможность, то не откажите в просьбе. Вторая половина дня – отличное время для укропления супружеских отношений. Ну аж... Для этого всегда прекрасное время, я сказала. Что завтра будет интересного в нашей программе, вы узнаете прямо сейчас. Отмечаем День Дочери. Есть ли принципиальная разница в воспитании будущей женщины? Приятного аппетита! Новый рецепт в вашу копилку. Форма – простые упражнения для бодрости тела и души. Это и многое другое. Завтра 8.10 на ТНВ. Сегодня с вами были Светлана Звонарева. Влад Портнов. Увидимся завтра в это же время 8.10 на ТНВ. А сегодня хорошего дня. Удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...